Мистер Тассел, какие соглашения вы планируете подписать в рамках Санкт-Петербургского экономического форума? Да, мы только что огласили, что собираемся совершить два значимых инвестирования в общей сумме на 3 миллиарда рублей. Первое расширение в Санкт-Петербургского завода, а другое в развитии дистрибьюторского центра нашего нового завода в городе Новомосковский и Тульской области. Проктор энд Гэмбл недавно запустила онлайн-магазин для российских потребителей. Какова была мотивация этого шага? Сподвигло то, что, как вы очень хорошо знаете, онлайн-бизнес до сих пор очень быстро растет. В России где-то на 200% в год. И нам кажется, что это важно для российского потребителя иметь доступ к нашим продуктам в офлайн-магазинах, но также и онлайн. Мы считаем это направление с потенциально большим ростом, так как если сравнивать с европейским рынком, то от 5 до 10% нашего бизнеса делается в секторе онлайн. Всего лишь на 1% меньше, чем офлайн. Так что потенциальный рост должен быть очень значимым. Что в целом вы думаете о развитии электронной торговли? Она будет расти, но никто не может сказать, в каком объеме. Но она будет расти в больших масштабах следующие 5 лет. И это очень важно для нас, иметь одинаковую долю рынка как офлайн, так и онлайн. Сегодня, если вы думаете о российском потребителе, 9 из 10 имеют как минимум один продукт Procter & Gamble и покупают их в магазинах. Мы хотим, чтобы хотя бы половина перешла в онлайн бизнес. У вашей компании богатая история работы в России, а как меняется российский потребитель сейчас? Вы правы. Мы пришли в Россию 27 лет назад, и мы были одними из первых в нашей отрасли. И, конечно же, российский покупатель со временем изменился. Но два факта все же остались неизменными. Российские потребители очень образованы, и они ищут продукты превосходного качества. И это то, что мы предлагаем им. Но, конечно, сейчас на рынке уже больше конкурентов, чем было 27 лет назад. И это для нас своего рода вызов. Procter & Gamble это крупный рекламодатель, тем не менее вы сокращаете расходы на рекламу и маркетинг. С чем это связано? Мы очень сильно верим в рынок, и что мы сейчас делаем, мы сокращаем количество партнеров, с которыми мы работаем. Чтобы можно было тратить больше на медиа, на социальные платформы, а также быть уверенными, что мы останемся на том же уровне узнаваемости. Что вы думаете о четвертой промышленной революции и как она влияет на вашу корпорацию? Мы сейчас где-то в середине, и не знаем, что нас ждет на выходе. Но что мы делаем, так это даем рабочие инструменты всем нашим сотрудникам. В наших штаб-квартирах и на заводах, чтобы они были на шаг впереди в цифровом пространстве. Вообще не с потребителем в онлайне. Мы хотим быть лидером в процессе, а также по окончании четвертой индустриальной революции, какими мы и были, когда первыми пришли на радио и телевидение. Как вам кажется, какие новые профессии могут появиться на волне этой промышленной революции? Мы создали такую профессию, как менеджер социальных сетей, которая еще каких-то два года назад не существовала. Его обязанности входят просматривать, что потребители постят в соцсетях. В Фейсбук и на других множествах платформы мы ведем диалог. Около 10 миллионов ТТТ-чатов с российскими покупателями. Это то, чего еще не было два года назад. То, что мы точно будем делать всегда, так это стараться оставаться максимально близко к покупателю. Поэтому, когда происходят изменения, например, выход в соцсети, шопинг онлайн, мы хотим точно знать, что нужно нашему потребителю. Мы хотим, чтобы нас знали как компанию, которая поступает правильно, которая совершает правильные поступки и выпускает топовую продукцию. Также мы хотим быть компанией сознательной, берущей на себя ответственность за окружающую среду. Поэтому наш завод был первым в России, а также в Европе, который имеет нулевое загрязняющее действие на окружающую среду. Это, на мой взгляд, отличный вклад в борьбу за чистоту нашей планеты. Чувствуете ли вы конкуренцию со стороны небольших брендов, органических брендов? Это, конечно, вопрос, но в этом и состоит наша миссия. Поэтому мы стараемся быть ближе к покупателю. И если покупатели хочет продукты более органические, более зеленые, более натуральные, мы создаем их и так же будем запускать подобные продукты в российском рынке. Спасибо вам за эту беседу. Небольшую, но информативно. Спасибо. Благодарю.